Тем, кто в записи смотрит, у нас матч за третье место, 18-го Тед Капа. Эльфийский Мирор играет до трех побед. Мун против Калорфула. Много эльфов. Но впереди финал. Еще тот же Лавлиет, корейский эльф против Хапача. Посмотрим. Карта сразу же такая, что можно сыграть Патму. Играли, играли, играли они. Так могут оба сыграть. Так что есть надежда, что не будет у нас Демон Хантера, Козла и Медведя во всех матчах, а что-то более агрессивное, контактное, динамичное. Идешь в компьютерный клуб с друзьями играть? Не-не-не, у нас там репетиция просто. Стартовые билдодеры, вот всякие бараки рядышком, это не стопроцентный сигнал Демона Хантера. Через Патму тоже играют с первой арчой. Ты получаешь артефакт, да, у тебя позднее появляются хантрески, но зато получаешь стартовый опыт, гарантированный артефакт какой-то. Назми говорит, привет, старый, давай за Муны сегодня поболеем, что ли, для разнообразия. Мун — легенда. Я с детства за Муны. Мун синий, и он заказывает Демона Хантера. Йо-моё, Мун! Да что ж ты будешь делать-то, а? Ладно, у нас выходит стандарт. Фолланд Эмплар, здравствуй. Ну, на этой карте, смотрите, тоже есть мастерская рядышком, поэтому с медведями Дирижабляха залетают хорошо. Красная точка по центру, которая тоже такая весьма случайная, и ее можно забрать, ну, чем раньше заберешь, тем лучше, если получится. То есть выманиваешь, поджимаешь у таверны, с парочки героев парочка арчей, и Огра можно забирать. Неправильная точка сбора, кстати, у Colorful, видите, как Димка вышел наверх, он потерял время. Пришлось отбегать всю свою конструкцию. И по артефактам перчатки скорости на кольцо защиты. Кольцо защиты чуть-чуть лучше перчаток. Если стравливать двух Димон Хантеров друг с дружкой. Элементарий, сочувствую, сочувствую. Дальше продолжают крепиться. Причем эмаляции, как вы видите, нет ни у кого, они крепятся с пассивкой. Это значит, что криппинг медленный, но с другой стороны, они будут играть через Моноберн и Эвэйжен, то есть получат второй левел и берет Моноберн. И Colorful, кажется, первым заказывает играть на Т2. Да, секунд на 10 быстрее. Colorful выпадает 1-1-1 кольцо. А у Муна второе кольцо защиты. Тут стандартно используется встроенный в Варкрафт. В одном из патчей последних выкатывали этот Худ. Он баганутый немножко. Не всегда показывает правильное количество предметов. И, видите, не показывает кольца. Я даже подумал, что Мун оба кольца продал, но это неправильно было бы. Здесь варды и тут варды. Очень хороший контроль карты будет у обоих. Разведка на ближайшие 5 минут, насколько я помню. 300 секунд варды стоят. Мне кажется, что этот вардик надо ставить на красный. То есть один из двух ставить на красный. Как раз для того, чтобы не пропустить момент, когда противник будет пытаться... О, да ладно. Сан Джа Син говорит. Чумандр, благодарщик вам за спасение Земли и настроение. Ей. Давненько мы, кстати, Земли не спасали, да? Ну, кроме от зла в виде Диаблы. А Икс Кома не было давно. Там Пинксинг, кажется, играет сейчас в Вонгбор. Интересно зайти посмотреть. Периодически захожу. Сталкерю такой. О, хорошо. Вард на вард. Крепится Colorful Moon. Подходит сзади. У него уже третьего уровня Демон Хантер. Я не знаю, как так получилось. И две арчи засловленные. О-о-о-о. Не дает он эту точку собрать. Пытается помочь Барак забрать. Четыре арчи. Нейтрал немножко помогали. Вард падает. Барак подставляется. И Барак все еще регенит здоровье, как вы видите. Вард поставил снова Moon, чтобы вражеские убрать. Первый ЛВ на 70-трансляции. Отличный подарок на Новый год. Да мы и здесь справимся. С нашими накопленными знаниями. Спасти землю. Как в Мунском почвом сыграли вчера? Отлично сыграли. Запоминающаяся серия. Много вопросов, конечно, к Муну по результатам. Но в целом он играл гораздо стабильнее, чем... Пытался там придумать, туда-сюда. Записи есть. Можно пересмотреть. Мишка заработал косарь. Какой косарь? Пять косарей заработал я. У Колорфула Демон Хантер все еще второй. Врывается, пытается отменить лорницу. Но здесь очень близко... Демон Хантер третьего уровня у Муна. И он его отгоняет. Он мог отменить эту лорницу, но это могло стоить ему жизни, на самом деле. Из-за второго Берна, и из-за того, что его сзади могли подблочить Арчи. И не дать просто оттуда выйти. А персонального телепорта... А, у нее есть персональный телепорт. Значит, он просто решил не отдавать здоровье ради отмененной лорницы. Вот, и козел под глазами... Мун видит, что здесь козлик крепится. Тем не менее, спокойно пока что забирает эту точку. А, и сейчас своим глазом, который на красный у Колорфула поставлен, видит, что по его душу выдвигаются и сваливает козлом вовремя. Молодцы. Вот хороший контроль карты, видите. Вроде как вы развлекаете противника. И можно в такой ситуации заниматься криппингом, особенно в другой части карты, но... Правильная разведка. Ой, там персональный телепорт. Ой, Мун подставляется. Пропускает Берн. Пару камней. А где наш козлик? А наш козлик здесь. За големы хотят сражаться. За големы, за големы. За големы дают много всего, и артефакт хороший. Прикопка, прикопка. Первая дриада. АОФ идет. Как они хорошо там вписываются за этого голема. Голем не знает, кому он достанется еще. Ой, хорошая прикопка от Муна. Дима битый. И от Барака, видите, как арчи отходят. Очень хороший микроконтроль здесь. А что они? Прям стараются, стараются. Дриада подошла, сразу получила пару выстрелов. Дима отличился. Первый дриады. У Муна еще же подкрепа идет медленнее. Видите, он хоть и дозаказал, возможно, плюс-минус одинаково дриадок, но из-за того, что им бежать еще нужно через полкарты. Чем-то напоминает бой на Огре командир. Да-да-да, кстати, да. Но каждый понимает, что просто если он эту точку отдаст, то противник получит преимущество, поэтому никто не хочет. О, Шреддер можно. А, дирижабли покупают. Кто взял? Дима Хантер взял. Колоровский Дима Хантер. Но он столько наполучал, минус один медведь. Да, здесь Мун определенно хорошо разруливает. А где наш козел? А, козла спрятали в дирижабли, извините. Минус арча еще. И все еще не третий уровень у Колорфула. Этого козла можно не бегать с козлами. Если там дриада на перерез не идет, то лучше не бегать за козлом. Основная армия здесь. А, там медведь. Подблочим? Подблочим, подблочим. Рык, подблочим. Ай. Очень много времени Мун потерял на этом. Преследований. Пожалуйста, Став. И тут же... Ой-ой-ой, красиво! Он ждал момента с Тафом. Мун ждал момента Стафа. Вау. Вау. Арчу сверху спаси. Спас, спас. О, дряду подрезал. Вау. И улетел еще на последний хитах к дирижаблям. Все красное. Тед в шоке. Тед даже в шоке, понимаете? Там может, могут сбить дирижабль. Ой, опасно. Мун, говорит, добил голема, но артефакт достался, соответственно, калорфул. Представляете? Он знал, что там будет Став. Он дропнулся, как только пришел красный козел. И добил его. У козла, видимо, там не хватало денег на бутылку. Он не успел пропить. Он не успел... Он не купил даже. Не то, чтобы пропить не успел. Пошла арба. Что здесь делать-то? Как Муну из этой ситуации выбираться? Он видит, что основная армия тут. У него вся армия просто битая очень. Он не может здесь просто так... Не, он дропается все равно. Одного виспа убил. Оно того стоило, интересно, или нет? На красную точку он меняет вот этот харасс. Странный. Еще минус висп. Став, ну, дирижабль. Красиво. А, у Муны еще параллельно медведями крепятся. Вот в чем смысл. Я думаю, где у него медведи? Они с бараком крепятся. Великолепный десант от Муны. Великолепные убийства кипера. Из минусов подачи красный, да. А тут, кстати, Димке придется телепортироваться. Скажу по секрету. Успеет, успеет, успеет Берн сделать. Это ошибка от козла была. Он не должен был так близко подходить. И он уходит. И здесь уходит. И параллельно при этом крепится где-то в районе фонтана. Там что-то было тоже у него. Ладно, не крепится. Возвращается назад. Да, Муны хорошо развлекает. Это способность оценивать правильную ситуацию. И делить армию. И делать параллельную разведку. Это мультитаск очень хороший. Колорфул забирает еще одну точку. По криппингу, конечно, он... Уже почти не отстает. По пути. Немножко теряет медведя своего. Нам не показывает. Артефакт не взял, артефакт не взял. Димку закружили свои же. Ой, Колорфул, Колорфул ошибается здесь. Оп, Моноберн. Шедр какой-то кривой. Эмаляция вышла из моды. Карта просто такая, что здесь эмаляции не так удобно. Я уверен, что на каком-нибудь North Niles будет эмаляция. А там дроп пустой или нет? Кажется, нет. Да, не пустой. Там кипер внутри. Но дропчик ждут. Видите, медведи улыбаются. Так, чатик с миникарты, как обычно, надо было мне перенести. Готово. И химеры от Муна сразу. Типа он контролирует ситуацию. Он знает, где противник находится. Он, ну, держит его какое-то время на базе. Но сейчас Дима может найти. Ну, хотя там такое место, что его даже специально проверять не будешь. Химерницы, химеры говорят. Хорошо работают против медведей. Я слышал. Но химеры на таком тайминге, это дикая наглость. В такой ситуации, я думаю, что Мун может себе позволить. Так себя вести в игре. Мелочевку подрезает. Муна тоже устраивает вот это пассивное стояние, потому что химерницы строятся долго. Первые химеры строятся тоже долго. Может, он даже захочет сделать этот... Сидж. Представляете, вот к этому дирижаблю добавятся еще три химеры, которые сверху стреляют. Отстреливая попутно. То есть, если там не будет аншантовинда, то это конечное. То есть, просто химеры начинают расстреливать все слева. Мунвеллы, магазины. Мне кажется, что да, химеры с Сиджем будут. Учитывая позицию, правильнее Муну заказывать сейчас... Он не заказывает во второй ничего вообще. Это ошибка. Вторую химеру заказывает. Окей. Мун продолжает держать противника на базе. Там хорошее место, кстати, для дропа. Шреддер вырубил. Там, где козел стоит. Вот и Мун на голову можно дропнуться. Потому что медведям будет сложно пробраться туда внутрь. Просветка. Он боится, что там Демон Хантер под инвизом придет сюда. Красиво. Все, Ла-Ла это облапошили, считается. Мун продолжает штамповать медведей уже сверх лимита. 62 лимита на 49. Ой, пошел Сидж. Сидж, смотрите, слева наверху. Вместо четвертой химеры он делает атаку... Ой, это будет такое фаталити. Представляете, к вам... Ну, нужно еще дождаться этого. Долететь медленно химерами. Но когда это начнется, я не знаю вообще, что Ла-Ла это делать. Арчи не стреляют так далеко. Плюс и надо будет подсвечивать дирижаблем своим. Но все равно, даже если ты подсвечиваешь, арчи не достают. Химеры будут просто расстреливать Мунвеллы. Это такая трагедия сейчас будет. У Ла-Ла это такая трагедия. Даже первые две химеры очень бодро будут отстреливать все это дело. Все, Сидж готов, следующая химера вылетает. Арчи делает разведку, типа проверяют. А химеры не здесь растут. Химеры летят. Две штуки. Да сразу начинает двумя химерами, видимо, долбить. Вот этот Мунвелл магазин. Как сейчас Ла-Ла это просто сгорит. У него нет воздушных юнитов. У него нет ни гиппогрифов, ни талонов. Все, по шахте начал стрелять. Пошел лечить. Дима вырывается, бьет виспов. И все, минус шахта. И не достать. Рядами не достать. Сейчас они пойдут работать по другим зданиям. Срочно должен Ла-Ла делать Эншенту Винд посредине. Да, делать, но уже поздно. Козел достает. Под контроль, под контроль. Смотрите, что творится. Минус Мунвелл. Ай да, Мун. Два Эншенту Винда строит. А толку? Умирает Мунвелл в секунды. Умирает Хантерс Холл в секунды. Дряды не достают. Виспы в шоке. Добычи нет. У-у-у-у. Минус Хантерс Холл. Даже шахту можно парочкой залпов. Ее ж нельзя чинить, пока она строится. И еще минус где-то 400 золота. Недодобытого. Без шансов. С такими ранними Химерами вообще никто не играет. Потому что долго, дорого. Мало того, что у тебя денег нет, а к тебе еще базу постепенно сносят. Магазин с двух залпов, тремя Химерами вырубается. А сюда, кстати, можно дропнуться и стелепортироваться назад. То есть, что здесь козел с двумя отрядами сделает? Даже дай... Лорницы достают Химеры так, что... А что дроп-то не сделать? Почему дроп не сделать? Можно справа залететь, кстати. А он шахту бьет. Снова шахту бьет. А, вот, дропнулся. Химеру не отдай. Химеру жалко. Ну и все, понеслась. Гиппогриф появляется. Химеры работают по медведям с бонусом тоже. Три Химеры. И телепортируется Мун, убивая двух медведей просто в секунды тоже. 80 лимита на 42. Армия Химера, Медведя, Арчей. Против никакущей экономики. Просто половину базы снесли у Лолиты. Половину базы. Без преувеличения, половину базы. Магазин, Хантерс Холл, два-три Мунвэла, шахту. А, с Лолитой я про Лолиту говорю, а там Colorful. Ребята, я эльфов вообще по-разному могу называть, извините, Мун и остальные есть сейчас. Я болею за Муна, а дальше там кто с ним играет? Лолита? Не Лолита. Лолита будет с Хэппи просто играть в финале, поэтому. Лолайт или Colorful? Да какая разница, ты сможешь их отличить? Если вот никнейм был бы скрыт, ты бы не сказал это, Лолита играет или Colorful. А Муну можно было сказать, что это Мун, потому что Химера. Три-три Грейда еще. Начинается, возобновляется как-то добыча, две шест... 1800 золота. Мун за отмену шахты себе получил. Химеры теперь сплэшем по земле, когда бьют, они по своим не попадают никогда. Поэтому в Медведя на Медведе нет негативного вообще воздействия от них. И вампиризм еще до кучи выпадает ему. Фух. Ну пошли добивать его. Какие проблемы? Разница по лимиту просто колоссальна, в 20 лимита. Да, там уже есть гипосы, да, они Химера рано или поздно склюют. Но к тому моменту, когда они их склюют, учитывая лимит, там никакой земли не останется. Мун что-то не торопится, хотя ему нужно торопиться. Может, он тоже Эншин Товин закажет и попробует гиппогрифами Химер своих прикрыть. Не, он что-то, да, не торопится. А задача Лавлиета в скобочках Каленфула да, высасывать то золото, которого его лишили. Потому что он понимает, что Муно Мэйн заканчивается, видит, что он строит базу, но время пока еще позволяет, и хотя бы какой-то лимит отстроить. Желательно добавить, опять же, там, двух-четырех гиппогрифов в армию для того, чтобы быстрее справиться с Химерами. О, это опасный момент. Гиппогрифы врезаются, начинают Химеру сжать одну. Химеру ставают. Сейчас Химеры начинают по козлу зачем-то бить. Вон, у Медведи переключились. Став двух... двух Химер, но третью добивают. И по лимиту размен такой, более-менее равный. То есть, Мун справился с Медведями, а Лавлиет, в скобочках Colorful, справился с... Но проблема, смотрите, гиппогрифов в том, что они, после того, как вы справились, они висят мертвым образом. И в результате, Мун остался без Химер, но с Медведями-Дриадами, а противник остался просто с Дриадами. То есть, там нет земли. Там нет земли, а гиппогрифы тебе не помогают. Они только сверху морально поддерживают армию, но ничего не делают. Как опция, можно, конечно, начать арчи восстанавливать, для того, чтобы гиппосы с арчами были. Потому что они Дриад убивают. Ну, на какие деньги? Да и у Муна сейчас две базы будет работать. А тебе нужно перекапываться. Лимит сопоставимый, но мертвый лимит, повторюсь. У него там 10 плюс лимита, мертвого летает. Три медведя на три медведя, две Дриады на четыре Дриады, и две арчи. И здесь, конечно, Мун выигрывает без особых проблем. Ну, должен, по крайней мере. Теряет одного медведя. Почему-то не стафает Мун. Мун подрезает вражеского. Инвул от Калорфула. Сейчас прикопка могла быть на Диму, поэтому сразу он его стафанул. Ну да, еще Калорфул тут посражался. Учитывая эту ситуацию, в которой он оказался, он еще легко отделался. Хороший, Аболешин. Ну да, это конечный. Остается один козел, один медведь. Бесхозных, 7 гиппогрифов, 14 лимита. Дима возвращается. Он там, Дима, тоже наш бежит. Минус Миша. Берн-берн. Став на козла. Ну и остаешься без шахты. Сейчас у него закончилось золото на мейне. Гэгэ пишет Калорфул. Очень хорошее начало. То есть они играли стандартно, потом он перехватил контроль, понял, что у него есть время, что он может подхалявить. Выбрал место, вырастил Химер, залетел, сделал Сидж, отменил шахту, подрезал здание, заставил противника терпеть и выходить в гиппогрифов, чистую контуру. Кстати, кто скажет из эксперта в чате, какая была ошибка у Калорфула? Ну и у Лавлиета, соответственно. Вот после того, как он Химер увидел, что он мог сделать гораздо лучше? Бонич, не, сегодня нет. Нажатель ку-ку. Разведка? Разведка? Нет, уже когда Химеры появились. Выйти раньше. Разведка. Нас дни говорят, не Талоны. Именно Талоны. Именно Талоны, почему? Потому что они так же быстро убивают, как гиппогрифы Химер, но при этом они бы не висели мертвым грузом наверху. То есть после того, как он бы справился с Химерами, а он бы справился с Химерами без особых проблем, потому что Талоны теперь гораздо быстрее Химер, в два раза быстрее Химер убивают, он бы смог их использовать в отличие от гиппосов, против тех же самых вражеских медведей и вражеских героев. Надо было строить Талонов. А строил он гиппогрифов, потому что Талонов сравнительно по меркам Варкрафта не так давно апнули. И у тебя еще не выработалась привычка в определенных ситуациях их строить. Короче, назми, Талонов же надо было делать, правильно? О, Реск, привет. Систегрессмун. Представляете, там эти, не знаю, 7, ну там сколько, 14-16 лимитов, 6-7, 7-8 Талонов у него было бы. 7-8 Талонов. 7-8 Талонов. Всяко лучше, чем гиппогрифы, которые ничего не делают и летают. Вот. Просто меня смутило нас, Миш, что ты сказал, что не Талонов. Как будто опередив, поняв, что я понял, и сказать, что это неправильно. Это как бы вообще next level какой-то, я не знаю, как ты это сделал. Но чем больше я думаю, чем, чем, ну, я не вижу тут недостатков. То есть, в гиппогрифах недостатки очевидны. Они потом бесполезными становятся. И главное, фэрифайр бы работал, потому что у тебя нет такого количества дырят, ты не можешь автокастом перебить такое количество маны. То есть, там вражеский демон, вражеские медведи, все были бы под фэрифайром. А тебе, потому что тобой лишь нужен, чтобы точечно снимать прикопку. Без этого никак. И магический урон от каждого там. А, спросил, все, мы ошибка, я говорю, не талоны. Да, да, да. Да, все, назми, нажми, жму руку, обнимаю. Молодец, красава. Красава. Потому что, учитывая то, как, что там еще Colorful более-менее близкое сражение дал, да? Вот это вот финальное внизу. Не имея вот этих вот 15 лимита преимущества, 14-15. Я же не говорю про то, что талоны немножко дешевле стоят. То есть, гиппогрифы ты покупаешь за 160, а талоны ты покупаешь за 135. Ну, там, плюс-минус 5 золота. Я не помню, там талоны делали дороже, дешевле, что-то в этом роде. О, Фил, привет! Нью-Ньюс говорит, Миша, привет, я стал фанатом Голодайки, можно примерно дату следующей трансляции по ней? Завтра. Ориентировочно завтра? Да. Завтра у меня, по крайней мере, после, во-первых, дней дневных трансляций и вечер свободен. Ну, там Мун дофига времени не дал, это же была ошибка, она была вместо фонтана добиваться. Да, да, странно, он метнулся, метнулся, крепится зачем-то. Это было странно. Сразу после того, как он телепортировался, он понятно, почему телепортировался, там он химер спасал, фактически. Стелепортировался, подлечился, он спас две химеры, одна там была совсем на красных, просто прямиком на вражескую базу, пока он не успел там отстроиться. А то у него уже инком пошел. Во, а здесь, смотрите, Last Refuge, кто-то говорил, что эмаляция не это самое, не в тренде, просто особенности карты, чем меньше у тебя, чем больше у тебя точек с мелкими юнитами, там мурлоками всякими, тем эффективнее эмаляция. С каждым новым юнитом вокруг Димы возрастает пропорциональный урон по этому юниту и пропорционально уменьшается время, которое ты тратишь на криппинг. Поэтому карты с мелкими точками, они хорошо под эмаляцию заходят. А почему со мной не согласовывают до следующего стрима? Я для этого специально использую слово ориентировочно. Бонич вчера, да, что-то приготовил, не то, съел. Запись есть на ютубе. Со свиньями пытался подружиться зачем-то. Просто поупендриваться хотел, и завтра готов. Отлично, Бонич. Тогда давай ориентировочно завтра. Бараком добил, кстати. Ну это калорфул. Ему до ла-ла это далеко, до муны тем более. И на самом деле все эти три эльфа, они, если посмотреть рейтинговую таблицу, идут просто друг за дружкой. Просто раз, два, три. Там, типа, пятое, шестое, седьмое место, или четвертое, пятое, шестое, как-то так. Там разница небольшая должна быть по рейтингу. Оба делают грейт на Т2, оба подкрепились. Два кольца, НДА плюс шесть, рунные браслеты, ненужные, продает калорфул. Покупает серклетку, и тролль у него есть. Я не знаю, что нам с поросятами делать, учитывая, что один мисклик на тебя весь свинарник. Я этих свиней еще в первой нашей, в первом знакомстве разуплотнял изи. То есть, просто давай нормально распределять обязанности. Ты, как настоящий мужчина, знаешь рецепты, находишься на базе, следишь за очагом, делаешь еду. А я за валькирию, Женя тут проходит мимо, а я за валькирию буду, там, еду добывать, со свиньями общаться. Ты просто не это самое, ну, не лезь, не лезь. Дружить со свиньями можно. А вот грязную работу, оставь, оставь мне. Боберни упомянул, как огненный пост. Ну, пусть это будет сюрприз. Предлагаю подписать брачный договор. А он будет трехсторонний, там, или четырехсторонний? Наши жены там будут фигурировать, или нет? Просто любопытно. Так, две лорницы, два козла играют абсолютно с зеркальной. Единственное, что мы видим, Colorful забрал свой магаз, и мог сейчас, кстати, Муновский забрать. Но не стал, потому что, видимо, Барак его ждет на этой точке. В этой игре я все больше ощущаю себя женой. Так, через пару серий камин-аут какой-нибудь будет. Выяснится, что... А я Валькирий. Все. Настоящий роллплей. Во, красная точка. Соколу, усомновите, нам проблемные дети не нужны. Женя, сделаешь копичку, пожалуйста? Прекрасно. Отличный сегодня намечается денек. Добрый день, Эмилька. Ты пропустил такую классную, прям первую карту, не буду тебе рассказывать, но... у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. И Colorful успеет на следующую. Так, так, так. Опасненько, опасненько, туда-сюда. Огр не добит. Прибегают дряды прям секунды в секунду, обратите внимание. ой ну как вовремя уму на у барак тоже подходит классный четвертый уровень получает муну него козел очень битый дряду муну падает козел козел падает . да козла убили там козла жалко и colorful с плюсом по лимиту он почему-то был бит на этой точке то есть colorful то ли успел подлечиться после своей красной то ли одно из двух ой смотрите как демон бараком был остановлен видели спасибо больше телепортно поздний тролляет теряет второго козла colorful получает элементаристы верно отмечает что я играю с 3 выживалки с о the hell соколом в паб джи с бончем симулятор дружбы со свинями краткосрочность дружбы со свинями получается так ну и по сути делаем то что делаем жизни страдаем и выживаем вот и colorful похоже достанется вторая точка красная да уже гарантирован достанется и что там по предмету второй второй капюшончик у него много агилы много ненужной инты когда у демона 555 маны это очень странно зачем ну а какие варианты все-таки 5 агилы там внутри еще уму на дела плохим то есть вот эти вот артефакты уже никто не от не отнимет у color и что ты сделаешь медведь палит куда основная армия идет герой 4 2 4 2 на медведь один битый сразу же гряды нет кстати здесь у муна это большая ошибка то есть прикопка от козла надо было берн по козлу успевать делать риджу диспол риджу в дима 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 мне давать ему диму что какой то что зачем он вернулся конечно да это развал лимит равный но сейчас дима врывается 5 уровень до свидания была какая-то заминка в крепруте у муна иначе быть не ну иначе не получилось бы у color закрепиться выбить артефакт из красной точки и успеть прибежать к муновской красной вот это ну это не не укладывается у меня в голове где-то он там косякнул задержался взял не ту точку где-то в маршруте у него произошел дисконнект до толпут 1 1 причем если в первой игре был какой-то креатив классная игра от муна то здесь просто стандарт ладно с трава и переходим первая серия у нас до трех побед а вот финал хэби против лолайта или карла фула будет босс 7 так что готовьтесь к четырем картам я готов на травах эхо любят естественно крепить лагерь наемников ставить как можно быстрее экспант в мироре я пошел барак и 1 2 которые больше не играют играют вчера играли и могли играть на как это называется ну на 1 кальций там где фонтаны секрет в или кажется называется да и два одинки ну вот здесь как как раз из-за того что надо быстро крепится и очень контактная игра получается тут в демон хантеров играют на первом же лагере наемников у тебя там шесть юнитов стоит или пять вражеских там не показывают нам мага и кобальда мелкого потом рядышком совсем рядышком там еще 5-6 юнитов этих мурлоков стоит на желтой точке которые тоже горят только в путь в этом даже 6 их 6 ведь там проявился не только кастер но и мелкий мурлок кобальд точнее вот и начинается крыпинг кучкаются враги очень хорошее кучкование 2 виспо чинит 3 даже виспо чинит все ждут димку и он врывается с эмаляции так да ладно без эмаляции не эмаляции взяли даже он специально выманил еще гнол а посмотрите гнол даже при присоединяются сверху но в этом плане у муна грамотнее криппинг потому что он жжет большее количество юнитов одновременно и подозреваю что он чуть быстрее закрепит эту точку по данной причине а я добил бараком опять кажется и у калорфула калорфула еще хуже криппинг кстати а он не стал зеленый добивать просто возможно ошибка дима возвращается лечится лимиты равные выкупил жрица лесных троллей кажется он бы здесь не оказался мун у противника может тогда в двух троллей будет играть залфар говорит привет пришел на удаленку смогу смотреть чаще поздравляю тебя смотри слушай фоне тролль с полными с полной маной из-за того что у него на нем сеточка была хорошо бах бах ой как как тут расконтроливает между мунвеллами там же мунвелл не вплотную а в клеточку через клеточку поставлены от роли второго получается калорфул у муну выкупил но никто базы не делает возможно из-за того что сразу контакт пошел как тебе дон старт с боничем хорошо без бонича я бы не стал играть в крафт-выживалку сплюргеолог говорит привет миша привет чате как лошара на ютубе смотрел твой стрим срочно исправил ситуацию спасибо тебе добро пожаловать да на good game если если у вас нет не технических проблем конечно там если вы можете просто трансляцию смотреть смотрите на гг смотрите здесь чатик здесь приятный интерфейс здесь хорошее общение комьюнити смайлики новая страница канала хот-кей глобальной работы театральные режимы опять же под вопешная технология вы добром обмениваетесь со своими зрителями соседями точнее да схватит бараком добивать я как не посмотрю он уже там третьего юнита добивает добивает рукой книжки не читает потому что торопится ай ладно миша я с белого сайта мне 32 из белого сайта тебе 32 то есть получается что когда тебе было 15-16 лет когда ты на белом сайте был нас мигает из еревана ггплеер лагает а сделай замерчик мне прямо интересно я с проплой мне 40 бонич и 40 ну и как там бонич как там за рубежом за кордоном так артефакт свой убивает чтобы противнику не досталось уже полный инвентарь простого умуна еще киберфайт был киберфайт про геймер про play хорошо разбудил начав строительство монстры сразу просыпаются когда рядом что-то начинает строится это можно использовать бонич говорит миша через 20 лет мы будем выглядеть как деды фрики молодящиеся компьютерные игры да нет тогда ситуация уже будет другая сейчас то выглядит а мы же вместе с остальными взрослеем шипов не выглядит фриком играя в там он в онлайн шахматы там еще у нас есть товарищ который кинг кондор кажется у нее никнейм это отец кинг кобры он играет в лонг вор и в шахматы а что произошло потому что старики повладели говорит я журнала игромания мне скоро 42 ломобот такие здравствуй ломобот давайте к игре а то сейчас начнется старческое вот это вот все ностальгирование надо видимо запретить боничу дольше определенного времени стримы смотреть а то начинает сыпаться уже а чё с дима телепортируется потом сейчас о болячках начнет говорить о грядущей пенсии которая всего-то через 25 лет как бонич свадьбу будет вести в 60 вот-вот хотя нет это нормально будет вот но ни у одного ни у другого до сих пор нет нет экспанда и будут они на такой казалось бы контактный мега контактный карте который еще обостряется наличием наемников играть вот через через вот так мне 16 я с ютуба ты мог быть кстати внебрачным сыном бониур вполне а может даже и брачным вы понич можете позволить хорошо бы ничего запишу запишу так тут на халявку голема который вылез зачем-то слоу скастовал и убежал обычно тесте 40 не должно быть вообще никаких проблем тогда а нет и замерщик я же не видел замер да это гг это гг это это беда ты можешь высокое ставить высокое будет работать исходный нет ну что у нас ситуация обостряется вроде как потому что на карте осталось только три желтые точки и вот одна из них по центру и кажется ее не хотят не хочет давать никто ни один ни второй и начинается заварушка дима муна страдает больше но он повыжигал повыжигал здоровье но проблема еле ушел блин а тут что а тут минус телепорт или тут минус дима тут минус дима что со ставом став не на кд алё ну colorful накосячил отдал своего главного героя при том что став у него вроде был рабочий и сейчас ну сейчас привет честно отступление теряет не знаю там троля и может даже продолжение тему плюс 15 лимита вот на змея та же самая тема что и в прошлый раз какого хрена он сейчас отступает он превращает одного медведя второго медведя доходит докидывает два реджува зачем он сейчас отступает но даже противника заставляет из таверны выкупать героев зачем ты возвращался сюда скажи мне 20-30 секунду на этом час потеряет там наполовину димка уже когда он придет будет восстановлен вообще пошел крепится он получил хорошее преимущество считайте в 15 лимита мертвый главный герой и при этом играет пассивно уму на помните еще вчера когда он с хопачом играл на этом лифс та же самая тема была что дикое преимущество очевидное преимущество то есть ему понятно что у него преимущество и он не давит он затягивает игру там правда выиграл но это было все он приходит там дима через 10 секунд уже все и там уже 50 время прошло да заказался просто без демон хантера там 3 4 уровня тебе даже на своей базе сражаться ну сложнее просто сложнее а минус 15 лимит это три с половиной медведя почти четыре медведя почти четыре медведя в лимите преимущество моно было ну а допустим там что-то в до заказе и у противника быстрее до заказ но 15 лимита 35 на 49 35 на 50 жалко жалко сейчас даже не скажешь по не по лимиту не по уровню героев что сильное прям преимущество да плюс плюс один левел у димы но артефакты нормальные сопоставимые один дима затаренный 2 к 2 дима затаренный у козлов тоже по 3 по 4 артефакта купили оба по свитку да это настораживает просто он же такие вещи должен не только чувствовать но и четко понимать ну возможно он просто что-то знает мне что-то с чатом неладный примик сведений не поднимается не поднимается в чате строк на полтора скроу принято к сведению убедись что ты про скроллил до конца этим курсор не висит на строчки потому что по механике чата если курсор у тебя на строке на какой-то то типа ты ее читаешь что он не скроллится дальше а лучше саппорт собаку гим.ру осенья андет беляк пришел сеня за кого-то играешь так ну мун доедает предпоследнюю желтую справа справа . не закреплена тоже туда можно прийти лавлиет он же калорфул приходит сражаться на базу но они оба не торопятся они оба сидят в лимите 50 потому что понимают что телепорт еще зеленая точка рядышком она все равно придет вот в результате такого противостояния к к битве в котором будет небольшое преимущество мун за счет 44 еще бы посмотреть какие грейды потому что пока ты не тыкнешь на медведей или на дриаду ты не поймешь к насколько они там готовы затарены сень андет говорит а тут плохо относятся к нежите нет почему тут ко всем плохо относятся ну в смысле одинаково хорошо так свиток лечения стенка на стенку у муна два медведя не в форме я не знаю нормально так сражаться сейчас я два медведя не в форме о вспомнил вспомнил начал так мишка снизу красный ряды добивает по лимиту мун немножко впереди ну и димка вражеский тоже быстрее ушел из битвы вернулся но время потерял да мун здесь справляется все красный но опять же плюс 18 лимину лимита муну еще минус мишка 34 на 53 20 лимита плюс слушай интересно кем ты работаешь я стримлер смотрю warcraft комментирую вот так и живем или так чисто на стримах ну так чисто по фанчику на стримах так помощник аббера а ему не нужен помощник он совсем справляется сам а можно стикер паки в вк замутить от гг да можно в вк есть кто то мы в дискорде в телеге сделали стикер паки гейму с кем кажется в дискорде тоже загружены вот а в вк с кем ты там общаешься интересно просто интересно не казино я не рекламирую я иногда пропагандирую как вчера у нас было азартные игры немножко азартные такие с не букмекерские штуки а вот спорим что контроли так хоть полноценно сайт делать не не нет это это все это vlg делает сайт а я не делаю вк нормальная социальная сеть да нормальная согласен в этом не было вопроса так ну и после такого хорошего размена мун все равно остался ну не 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 стал обострять форсировать и просто продолжает может быть ему такой стиль сейчас более комфортен для исполнения у него по-прежнему преимущество по героям которое должно было еще благодаря предыдущему сражению стать я я вне ех опять заруба 50 на 50 у каждого по светку обмениваются монобернами там почти четвертый уровень у противника но мун скорее всего тоже к пятому он двигается должен сделай пожалуйста китайский цепатиш да ладно каба химерница от муна вот он вот он выход из патовой ситуации химеры при этом по хорошему надо вот ты строишь химер и надо быть немножко поактивней что в общем-то мун и делает то есть его задача развлекать противника для того чтобы ну темп немножко повысить чтобы он меньше думал о разведке потому что как только идет какое-то стояние какая-то пассивная игра первое что делают опытные товарищи это делают прям массово разведочку чтобы понять нет ли каких-то факторов которые на самом деле могут негативно вылиться ну негативно повлиять на последствия вот слова такого длительного ожидания л variants там 10 лет у меня там вся жизнь почти прошла первое сообщение девушки первые токсики голосовое шипящего динамика Как же так михаил вк это жж е� yeah жизнь прошла все прошла жизнь ой да ладно сава 604 поддержал на 2000 рублей сообщать мишка спасибо за 20 лет варика спасибо за спасибо спасибо 20 лет варкрафта реально 21 год у нас мы освещать то начали по-разному чуть попозже ну да почти двадцатка спасибо савыч еще раз мы развлекаем сегодня себя двумя сериями первая не очень веселая потому что ну реально эльфы задрали их слишком много на этом турнире вчера блин позавчера позапозавчера дня на этом турнире не обходилась без эльфийского мирора и то что эти ушастые развлекаются в матче за третье место ну по-другому быть не могло учитывая сколько прошло во вторую групповую стадию было понятно что без них не обойтись вот но следующий матч будет опять же тоже матчап который немножко приелся за последние дни его было много это андет против эльфа а конкретно хэппи против эльфа еще конкретней хэппи против лавлиета сегодня андет говорит ты за кого играешь я играю лучше всего за эльфов вот за этих вот вот которые бегают но соло ладер я не играл наверное с выхода рефорджида а до этого не играл наверно с 2009 года то есть мой уровень игры где-то 2008 год 14 лет я соло не играл нормально 15 но думаю тебя котну если конечно у тебя там нет 2 500 ммр а какого-нибудь отчеток да я вот времени мало к сожалению стримерство отнимает время турнир надо смотреть о коз 60 20 лет и майкер все ищет что не почему там тгв наверно стримит может быть вандер это не стоит этому радоваться не стоит если это правда и спасибо коз гоу стрим powercraft 1 vs 1 лин можешь сказать за кого ты играешь и что у тебя за за рейтинг я хоть буду понимать если мне шанс тебя выиграть или нет рейнман спрашивает меня котнешь если ну рейнман вообще старичок тоже сейчас меня разведут и уничтожит просто онлайн химеры вылетают ребята химеры это очень важно главное чтобы они успели долететь к тому моменту когда убегает мун подозревает лавлиет он же colorful что а нет он не собирается показывать химер нет пока собирается показывать он думал сначала долететь но понимает что не успеет и надо сейчас врубаться и химера первая вылетает такой лайк что опять 25 одна химера это перебор а три это еще больше и начинается сплэш медведи такие же не честно не честно такой дамаг наносить на халяву сплэшем медведи умирают слишком быстро лайк хватается за голову минус 20 лимита у него уже сейчас медведи пропадают пропали почти все медведи лолиты химера если спасет 80 лимита на ноль в конце написано ну надо делать разведку особенно когда человек уже не первый раз химеры мутит надо делать разведку ага стрим в аркафту 1-1 гон стрим они дуэльку я много раз думал по под под возвращаться немножечко но смысла особо нет ну что чтобы играть нормально ты должен играть регулярно я не могу учитывая разноплановые трансляции и работу стримера каждый день катать варик плюс это эмоционально довольно сложно если ты хочешь прогрессировать ты будешь постоянно проигрывать ну то есть 50 на 50 у тебя будет статистика пока ты не доберешься до какого-то топового уровня не будешь обыгрывать большую часть людей удивительно играл калорфул медведи пропал урали на привет это нормально мун ведет 2-1 счастья здоровья ему и успехов в предстоящей карте чтобы мы перешли к финалу хэппи против вот может тогда вернешься в дотку один другого варианта конечно не лучше сделать четверг день варкрафта как рыбный день в ссср откуда ты знаешь что в ссср четверг был рыбным днем хами ну хами айдишник 601 и подозреваю что он тоже был там октябренка может даже пионером может быть даже он рыбак не было такого говорит реконишу я не слышал тоже о рыбном дне в четверг в ссср и снова стандартные блин демон хантеры 2.0 майкер вес лолита что нет ни единого шанса кого у кого-то из этих карту взять а в детском саду рыбы давали а такой рыбный день там кстати это вполне вероятно там по неделям садах расписывали что что дают то есть там были стандартные наборы и в школе у нас тоже такая же тема была то есть когда-то гречка сосиски когда-то когда-то вареные яйца когда-то картошка пюре с котлетой и кажется это было реально привязано к дням и рыбу я тоже помню рыба была сто процентов рыбный день и сейчас есть большинстве столовок четверг вот а столовки берут лучшее из сссрского прошлого поэтому четверг рыбный день так и запишем коты обрадуются на зме говорит мне эти ребята прессуют одишниками что делать беги пока не поздно ты не сильно отличаешься от них но но все-таки они первые гроулер хорош жрать что за заказы сетов по 120 каждый день а вы людей говорит в нашем садике не привязано но всегда разнообразно я тут думаю как бы как бы к ним устроиться видимо жрать ходить сразу видно что кто один живет кто нет ульдизель видимо не женат что решает проблему с едой да посмотрите на боничу счастливый человек почему потому что кормят и дают в игрушки играть еще так поехали три арчи мун у нас они цвета кстати не меняют это очень приятно чтобы не путаться мун синий колорфул желтый женат на жена тоже туда хочет чтобы спать ним а понятно бы не женился смысле самый популярный у него статус в соцсети ульдизель говорит так-то в семье готовлю сам и жена избавлена от повинности почти полна повинности респект а меня балуют что за стереотипы что нужно готовить не они не говорят что должна ну про ай ну что ай понеслась но если человек голодает и пытается эту проблему решить значит не кормит поселок бы не урла у обоих демон хантеров есть сапожки по предметам гораздо круче гораздо выше по какой-то непонятной вообще причине колорфул у него плюс 3 артефакта вообще видимо там бонич хотел сказать муну всякая фигня повыпадала типа мантии ну плащ второй а третью точку может быть он не крипл хрен его знает от варда избавляется за просветку фред говорит михаил добрый день моя жена и ребенок узнаете по голосу уже спасибо за варик привет семье привет семье сразу повышается планка добрый день хорошего настроения сегодня у нас финал 18 тэдкапа мы смотрим сначала матч за третье место потому что если поставить финал эльфийский мирор никто смотреть не будет вот а потом будет финал хэппи против внимание лолиты бо 7 то есть 4 карты мы с вами посмотрим как я уже сказал это будет уничтожение лолиты в прямом эфире очередное он будет пытаться как уж на сковородке стратегии пытаться менять может даже покажет варденку может быть попробует в массовоздух сыграть может быть будет играть через две лорницы тоже в медведя с одной базы как каха но максимум максимум отожмет карту там четырех знак на фредди серьезный человек но тут на самом деле несерьезных тут мало из несерьезных пока что я выделяю только серегу андеда но время это поправит он неопытный пока такой заходит озирается там кто-то с палочкой стоит в углу уже кряхтит как бы не вур кто-то готовит кто-то читает газету и пьет чай с молоком у кого-то рыбный день он не понимает что происходит так colorful что здесь зарядный артефакт какой хилварды вот это очень хороший предмет очень хороший предмет можно прям сразу на желтую потом сразу на красную и за два заряда без потерь закрепить обе точки не будет же он здесь хилвард тратить правильно и не будет ну крепится сейчас ситуация такая что colorful в этой в этой катке должен побеждать у него нет такого критического преимущества но но по криппингу лучше нам прогресс не показывают героев ну не постоянно он виден так скажем тем не менее понятно что он быстрее крепится чем враг вот реализация первого хилварда мун берет себе плащик очень хорош прям очень хороший плащик тут же реагирует ancient of wind colorful боится дропов амун как раз заходит на мастерскую мне кажется что colorful уже уже знает привык к стилю понимает что лучше заранее потратить эти 160 золота ну 145 и 160 золота на гиппогрифа чем стоять потом пол игры на базе да летит 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 мун в это время демон хантер харасит на красный да харасится кажется сейчас у него инвул есть большой время выигрывает в это время дропается дирижабль оп прикапываются виспы и заставляет всю армию возвращаться домой смотрите кипер помогает еще прикопочка виспы ему сейчас важны видимо из-за того что лес нужен на строительство ну на улучшение но влетает первый гиппос и весь этот харас уже прекращается да надо телепортироваться отсюда что он же не уйдет отсюда его слева так и так перехватит странно ну в чем смысл было не сразу прожимать тп только дирижабль потерял не потерял но был близок к этому он мог вообще там из дирижабля не успеть высадить и кто-то над морем мог дропнуться неудачно так дима в это время желтую добивает из ценных точек осталось только правая красная и левая наверху вот аналогичная этой желтая но сейчас в теории мун может попробовать посражаться за правую красную точку тем более здесь видите магнотаур все еще жив здоров он плотный жесткий но мун не торопится что-то он застрял на той желтой ну какого хрена мун что ты там делаешь там секунд 15 просто секунд 15 и все равно успевает так в лед в лед демон хантер под эмоляцией а где бёрный даже не попытался артефакт взять какого лешего артефакт артефакт фуловый выкидывает один свой оставляет плюс 3 плюс 3 чего-то плюс 3 когти плюс 4 нет плюс 3 агилы и выпал такой же плащик горения демон хантеру но мун как-то очень странно влетал то есть ему надо было хотя бы диму туда рядышком ставить красный и пытаться перетыкивать да у него был полный инвентарь но надо было тоже пытаться вытаскивать артефакт бросать на землю и и пытаться вытащить второй плащ хотя бы для того чтобы его продать и он не достался противнику вот оба копятся у колорфула с лесом как видите проблемы из-за потерянных парочки виспов и на дистанции он отстанет по апгрейдам наверное плащ с эмаляцией стакаются не не стакаются но обрати внимание они играют не через эмаляцию на этой карте скил эмаляции переделывали плащ остался старый по дамагу да да плащ остался старый по дамагу даже когда blizzard ответственно не подходили к патчам у них не было ну до них не доходило что вслед за фиксом какого-то предмета надо фиксить и аналогичную ауру ну или аналогичную пассивку или обилку и поэтому очень часто когда например резали архмага бриллинс аура оставалась такая же когда резали или бафали паладина они ауру паладиновскую не бафали в этом же самом патче казалось бы максимально логичное действие то есть если признается что одна из ауры имеет какой-то ну нуждается в подрезании сейчас более-менее привели все к единому виду почему-то сделали не так давно когда резали но все равно есть ауры типа не знаю вампиризм 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 мы же до сих пор прибавляют два ой я боюсь ошибиться вампиризм сколько у нас прибавляет 25 процентов в предмете а в скеле двадцатку правильно помню и кажется да и на самом деле я зря рассказал про то что привели к общему виду наоборот сейчас большинство аур отличается от аналогичных первоуровнем ну возьмите там трушот возьмите там андэдовскую тауреновскую хими химерницу спрятал на этот раз калорфул а мун тут же отвечает эншенто виндом а кстати знаете почему скорее всего потому что у калорфула уже есть дрозд уже есть эншенто винд и муну не выгодно строить самому химер а играть от защиты так как у противника есть во первых великолепная разведка то есть он увидит гиппогрифом своим летающим где там что мун строит то есть не спрятать свои химерницы а во вторых ему гораздо проще настроить больше гипосов и законтрить химер муновских именно поэтому мун зная что ему нельзя а противник отменяет потому что видит эншенто винд короче тут так это нормальный уровень это очень хороший уровень это все объясняется логикой подтверждается разведкой гиппос пришел увидел что мун понял что там скорее всего будут химеры начинает делать эншенто винд и просто колорфул отказывается от своей идеи выходить в химер а не колокольчики 15 а у дредлорда 20 35 50 вот все правильно блин я думал что колокольчики 25 ну что у нас тут медведи на медведе сражение продолжается дима горит медведи стафаются лимиты сопоставимые пока никто не умер ну минус один медведь и муна минус второй возможно медведь и муна дирижабль есть а толку нет опа ну зато он подрезает диму и опять став не на кд а хотя может не показывается что он на кд внизу ну поздравляем муна 3 1 выкупают правда демон хантера здесь может быть ответная какая-то реакция будет блочь 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 медведем блочь да и дима падает второй раз мун топ 3 лавлиет с хэппи будет следующий а колорфл четвертое место заменить и во второй раз выкупаю демон хантера персональный телепорт и уходит пишет гглевая все отмучались ребят 3 1 у муны еще 1800 на руках было золото странные моменты видимо там став был не в кр� и все то ли дриады не было с аболиши Я понял, почему там Дима умер Там был посох в КД А Калорфул отправил двух дриад добивать красного медведя влево, помните? И у него были две дриады, соответственно, с Гисполом Но они были вне рейнджа И Мун, прикопав Диму Короче, ошибкой было... Ну, это мелочи уже, на самом деле это мелочи Вот серьезно Это... Он должен был одну дриаду отправлять за медведем А одну постоянно вставлять в... Ну, круто, круто, круто Для эльфийского Мирора, который мы наблюдаем там уже третий-четвертый день Так или иначе, в исполнении разных людей Это очень хорошая серия В первые, как вы помните, химеры неожиданные И неправильная реакция в гиппогрифах, а не в талонах Очень контактные игры на островах Эхо были хорошие Тоже с правильным вылетом Я что-то забыл, вторая карта у нас какая была Эхо же это была уже третья карта А, у нас Last Refuge было Там красная точка, там с Крепрутом и Умуном были проблемы, которые он отдал Вот, ну, а сейчас финал, какая-то пауза Надеюсь, что в отличие от вчерашнего дня Пауза не будет длиться долго Они выбрали хоста Помните, там 40 и 50 минут вчера у нас пауза была Из-за того, что не могли выбрать хоста Спайки были У Хэппи очень нестабильный интернет Вот, сейчас должно быть все хорошо И посмотрим финал Финал, повторюсь, бой 7, до 4 побед Естественно, тут фаворит Хапач Чем больше серия, тем меньше шансов у Эльфа Эльфы теряют свою эндюранс, выносливость свою А Хапач только медленно-медленно разгоняется То есть у него фатига, у него усталости Эффекта, такого нет Проджик говорит, привет, чатик, привет Спасибо за Варкрафт Когда он сделал ТП с Зеппелином к себе на базу Зеппелин уже на базу прилетел шот Да, но это косметика чисто Он не наносит урон Там от кипера, я понял, о чем ты говоришь Скорее всего, плюшка от кипера зеленая Такая птичка летит Да, было такое Все, вернусь через 5 минут, друзья